Добрый день всем, кто присоединяется к нам в принимающих церквях или же в прямой онлайн-трансляции. Мы благодарим вас за то, что вы проводите это время с нами, и надеемся, что эти предыдущие две сессии были вам полезны, что вы могли что-то отметить для себя, были ободрены, и что Святой Дух говорил к вам, так что вы смогли что-то отметить для себя, и мы будем двигаться дальше. И на этой встрече я хотел бы поделиться с вами тем, что у меня на сердце относительно истинного Евангелия, то есть относительно здравого учения. Истинное Евангелие — здравое учение. На последней встрече мы немного упомянули относительно Евангелия, Духа Евангелия, что это такое. И я считаю, что это было вполне понятным, чтобы мы осознали ту большую опасность отступления от Духа Евангелия. И мы также прояснили, что когда наша жизнь строится на правильном основании, и мы вступаем на этот узкий путь, когда наша жизнь направляется к Господом, формируется к Господом, именно тогда, только тогда мы можем нести истинный Дух Евангелия, и можем служить, передавать Евангелие, как Господь Иисус и истинные апостолы сделали бы это. Итак, сегодня мы говорим об учении Христа, здравом учении. Мы собираемся просмотреть некоторые отрывки из Священного Писания, но позвольте мне просто дать определение здравому. Ну, что ж, нетрудно понять, что здравое учение и истинное Евангелие полностью прописаны и описаны в Слове Божьем, чтобы христиане создавали их имя. И, соответственно, здравое учение про Слово Божье. Все, что было сказано Иисусом, что было открыто сердцам апостолов, все, что было написано апостолами, благодаря служению Святого Духа, является истинным Евангелием. И мы, подобно апостолу Павлу, знать, что это здравое учение. Итак, в Библии, в Новом Завете, ничего не упущено. Вот почему нет необходимости никому идти и пытаться искать что-то еще, какую-то другую теорию, или что-то, что кто-то там сказал. Все уже написано в Слове Божьем. И мое описание, мое определение здравой доктрины, мы видим, что это основа, то, что мы только что описали, является основой здравой доктрины. Оно заложено в Библии. И мы должны быть внимательны, чтобы придерживаться Слова и не отступать от Него. И все, что нам говорят и что нас просят исполнять, должно соответствовать Библии, Слову Божьему. А если нет, если это не отвечает Слово, то оно должно быть отвергнуто. Вот именно так просто. Нет какого-то среднего варианта, нет никакого компромисса, который был бы приемлемым, скажем так. Это либо в Слове Божьем, либо его нет в Слове Божьем. Если то, что вы слышите и чему вас научили, не находится, вы не находите это в Слове Божьем, то это не здравое учение. Это называется ложное учение. Довольно просто для понимания. Потому что Иисус говорил об обновленной жизни христианина. И первые апостолы, которые были с ним, и также апостол Павел, они пролили много света в поддержку того, что Иисус сказал им. Святой Дух открыл им глубже то, чего они не могли понять ранее. Потому что какое-то время ученики не понимали, что Иисус говорил им. Но Иисус много говорил о христианской жизни. И апостолы некоторые из них Петр, Иаков, Иоанн, а затем и апостол Павел точно передали, описали, о чем говорил Иисус. И когда вы сложите все это вместе, то есть четыре Евангелия, в которых мы находим собственно слова Иисуса и послания, написанные апостолами, это составляет одно целое учение, которое мы должны соблюдать и не отступать от него. Вот почему нет никакого разногласия между учением Христа и учением апостолов. в этом нет никакой путаницы. Вот почему сегодня, когда мы говорим о здравом учении, без какого-то добавления, без отступления от Слова Божьего, это должно быть предельно ясно, потому что это поможет нам, это поможет нам, пасторам, это поможет церкви держаться учение, здравого учения, когда мы смотрим на Слово Божье. Вот почему как для нас, пасторов, так и для христиан важно проверять, что мы проповедуем, и что в итоге христиане слышат от нас, чему их учат. Я думаю, что в эти последние дни настало время исследовать, проверять. Мне нужно исследовать то, что даже я сам проповедую, и всем пасторам сегодня нужно потратить время, чтобы пересмотреть то, что они проповедуют. Здравое ли это учение? Возможно, есть момент, где мы отошли от здравого учения, потому что это очень серьезно. Церковь не может продолжать следовать человеческой доктрине, кем бы этот человек ни был. Вопрос не в том, чтобы взглянул на служение и увидев, что в церкви 50 тысяч прихожан или же 15 тысяч членов и сказать «О, хорошо, тогда у них должно быть точно здравое учение». Это неправильный вывод. Вовсе нет. потому что пасторы имеют тенденцию следовать за известными людьми. Известными людьми. У них отклонность читать книги. Много разных книг. В христианских книжных магазинах полно книг. «Но как вам узнать? Как вам распознать, является ли то, что вы читаете здравым учением, или в нем есть какое-то ложное учение?» И пасторы проводят много времени, читая всевозможные книги и слушая всевозможные проповеди. Знаете, однажды я читал, начал читать книгу, хотя обычно я стараюсь не особо много читать, я начал читать книгу под названием «Четвертое измерение». И вскоре я понял, что это совершенно ложное учение, написанное известным проповедником, знаменитым проповедником, я не буду называть вам имя, но это известный проповедник, говорящий о вере в четвертом измерении. Я даже в начале я имею в виду, я был увлечен и я не могу вспомнить, учил ли я этому в церкви, но не знаю. Все, что я знаю сегодня, это то, что это полностью ложное учение. Вот почему мы никогда не можем основывать здравое учение на том, насколько известны эти проповедники. Если в церкви 10 тысяч, 100 тысяч членов, это не должно повлиять на нас, не должно. Знаете, Иисус во время своей земной жизни, если немного изучить этот вопрос, от начала и до конца Его служения, вы согласитесь со мной, что у Иисуса были тысячи последователей. Огромная толпа, как говорит Библия, они приходили отовсюду. Это было время, когда Иисус творил великие чудеса, исцелял больных, все возможные болезни, изгонял демонов, творил великие, великие, великие чудеса, и у Него было много, много последователей. Продолжая читать Евангелие, вы увидите, что было время, когда у Иисуса было также 70 учеников, помимо 12, которые следовали за Ним. А потом было время, когда эти 70 учеников тоже оставили Его. И осталось только 12. И совсем немногих из них вы увидите с Ним, когда Он нес Свой крест, и когда Он умер на этом кресте. И вы согласитесь со мной, когда-то Иисус был очень популярен из-за чудес, которые Он творил. Но когда Он начал спрашивать что-то у людей, когда Он начал говорить с ними об их жизни, о том, что должно было произойти в их жизни, о кресте, который они должны были принять, обо всех необходимых вещах, которые должны были произойти в их жизни, Он сразу потерял популярность. Вот почему я сказал вам, не смотрите на большие собрания, чтобы сказать, что этому нужно следовать. Мы должны быть очень осторожны. Удивительно, что сегодня пастора и христиане в целом так жаждут, как и во времена Иисуса, получить благословение от Бога. Удивительно. Но они потом вскоре становятся совсем теплыми. я имею ввиду не стремящимися отдать свою жизнь в жертву живую. Они стремятся, они полны рвения получить разные благословения. Но когда дело доходит до их жизни, то это уже совсем не то рвение. Они становятся теплыми. вот поэтому очень важно понимать, что Слово Божье бескомпромиссно. В вопросах Слова Божьего недопустим компромисс. И любое учение, я повторю снова, любое наставление, которое не находится в местах в Слове Божьем, должно быть отвергнуто и определено как ложное учение. Мы должны сделать откровенное ударение на этом. Мы должны это подчеркнуть. Почему? Потому что дни, в которые мы живем, так много всего вокруг нас. И христиане, и пасторы не хотят уделить время, уделить время, чтобы увидеть, посмотреть, рассмотреть, изучить. Они просто принимают все, как есть. Вот почему сегодня церковь наполнена подобными вещами. Теперь откройте свои Библии на послании Галатам, глава 1. Мы знаем этот стих. Мы уже его знаем. Это очень простой понятный стих. об апостоле Павле, говорящем об откровении, которое он получил от самого Господа. И с этого момента мы почитаем. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, то есть не от человека, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Апостол Павел был глубоко убежден в том, что именно он получил от Господа. И когда вы смотрите на Библию, вы видите, что апостол Павел прожил остаток своей жизни. Загляните просто в Библию, вы увидите. Провел жизнь, живя по Евангелию, проповедуя Евангелие, защищая Евангелие и записывая откровение. Он жил именно такой жизнью, потому что у него было великое убеждение в истинности того, что он получил как откровение. И я верю, что это то, в чем сегодня нуждаются пасторы и руководители церквей. Иметь убеждение, уверенность в откровении послания о кресте Иисуса Христа как основы христианства в целом. Таково было состояние сердца апостола Павла. он даже называет то, что он написал и то, чем он жил. Он сказал, он говорит, он там говорит, смотрите, о моем Евангелии, он говорит, мое Евангелие, это то, что я понимаю, это убеждение и откровение, которое я получил от Иисуса Христа, это то, что я буду проповедовать, это то, чем я буду жить, это то, что я буду защищать, я не собираюсь менять свой курс. Нравится тебе это или нет, это мое убеждение. Прочтите историю апостола Павла. Он говорит, горе мне, если я не проповедую Евангелие, горе мне. Пророк Иеремия был таким же. он знал, что когда Бог говорил с ним, побуждая говорит к народу Израиля, он знал, что-то было в нем. Он чувствовал это как огонь, который горит в его костях, и он не мог молчать об этом. Это было сильное убеждение. он был глашатаем Бога. И я верю, что это то, в чем сегодня нуждается церковь. Люди Божьи. Люди Божьи, имеющие убеждение. Знаете ли вы сегодня, что есть тысячи и тысячи пасторов, которые бегают от драктрины к доктрине, у них нет большой убежденности в том, во что они верят? Это не апостол Павел. Они оба, Иеремия, Павел, первые апостолы, они не могли удержать в себе то, что получили от Бога. Их внутреннего пыла, огня, они знали, что это правильно. Вы знаете, было время, когда вы могли проповедовать Евангелие, проповедовать, проповедовать и проповедовать, и знать, вы действительно не так, как все. Я считаю, что мы должны прийти в такое состояние и ощутить, что горит что-то в нас. И мы глубоко убеждены в истине, которая в нас. Это мы должны проповедовать. Здравое учение. И Господь должен помочь нам. Пусть Бог нам поможет. Павел знал, что то, что он получил, было тем, о чем хотел Бог, чтобы он говорил. Что он хотел бы, чтобы он проповедовал людям, чему наставлял их. Давайте посмотрим первое послание к Тимофею, глава первая. Я хочу, чтобы вы почувствовали и увидели сердце этого человека. Как он переживает за церковь. Как он обеспокоен тем, чтобы здравое учение оставалось в церкви. Первое Тимофею, глава первая, стих третий. Он обращается к Тимофею, говорит, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному никакого другого учения». Из 9 стиха далее. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов и для того, что противно здравому учению». Аминь. «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». Я имею в виду, что это, говорю вам, это удивительно, восхитительно. Это большая редкость сегодня. Увидеть или найти людей, которые говорят, которые полны решимости придерживаться здравого учения в церкви. Так много намешано, так много компромиссов, так много разрозненных учений, мутных учений. И второе послание Тимофею, глава 4, взгляните снова. Я хочу, чтобы вы увидели сердце этого человека, предостерегающего, дающего наставления Тимофею и предупреждающего об опасностях отступления от здравого учения. Глава 3, стих 3, глава 4, стих 3. Ибо будет время, когда здравого учения не будут принимать, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Обратятся к басням. Но вы будьте бдительны во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Вы знаете, в свое время апостол Павел знал о многих ложных доктринах. И он был, как вы можете видеть, очень обеспокоен о церкви. Очень беспокоился о церкви. Вот почему он не мог молчать. Он предостерегал церкви во многих случаях. Если вы посмотрите Деяние 20-я глава с 28-го по 31-й стих, когда Павел призвал старейшин Ефесской церкви прийти и встретиться с ним в Милете, он предостерег их. Он предупреждал старейшин Ефесской церкви о нарастающем влиянии лжеучителей, которые восстанут среди них. Именно это сатана делает и сегодня. Вот что делает враг сегодня. Извращает Евангелие Иисуса Христа. Вот почему Павел сказал в последнем стихе «Смотрите, потому что я отдал свою жизнь, чтобы вложить в вас всю волю Божью, откровение Христа в вашу жизнь вложить. Поэтому будьте бдительны, не спите, не поддавайтесь никакому ветроучению, которое приходит. Павилось много обольстительных духов в последние дни. Если есть что-то, что сатана хочет разрушить, наверняка, так это точно истину. Есть одна вещь, которую он хочет постоянно атаковать. Это Слово Божье, это истина, это здравое учение. И он является автором путаницы в церкви, используя людей, используя людей, чтобы извратить, изменить чистое, истинное учение Христа. Вот почему Павел сказал им, смотрите, смотрите, я отдал свою жизнь, я излил просто свою жизнь в Тебя, я только что передал Вам все откровения, которые я получил, остерегайтесь врага. Он изощренный. Он приходит с забавными идеями, чтобы попытаться соблазнить братьев и привести их в состояние, когда они даже готовы проповедовать против здравого учения. Это невероятно. Они впали в искушение. Вы должны понять, что проповедники ложных учений обычно используют Божий народ. Они используют, они чего-то хотят. они хотят славы. Да? Они хотят, чтобы христиане жили для них. Все возможные неправильные мотивы. Впав в искушение врага, дьявола. Не думайте, что это всего лишь какая-то маленькая мысль, которая приходит в голову кому-то. В послании филиппийцам первой главе Павел, находясь в тюрьме, в заключении, в стихе 16 говорит, первые проповедуют Христа по любопрению, то есть имея эгоистичные мотивы. есть проповедники, которые проповедуют Христа, имея эгоистичные мотивы. Я только что говорил вам об этом. Именно так. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви знают, что я поставлен защищать благовествование. Павел был призван защищать Евангелие. А признали мы защищать Евангелие? Неужели только апостола Павла на какое-то время призвали позащищать Евангелие? Нет! Мы все пасторы призваны защищать Евангелие. Если мы знаем истину, нам нужно защищать ее от всех лживых доктрин, которые существуют вокруг. В послании к Галатам во второй главе Павел снова собирается встать и бросить вызов. Бросить вызов тем, кто хочет исказить Евангелие. Стих 3. Но они и Тита бывшего со Мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям не из-за ложных каких-то незнакомцев, послушайте, ложных братьев, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас. Он не взвинулся с места, не пошел на компромисс, не последовал за ними, но Он защищал Евангелие. Он сказал, «Вы не обкрадете Меня, не украдете Мою свободу, я не стану следовать за вами или отстаивать что-то ваше, я встаю, чтобы защищать истинное Евангелие». Он ни пред кем не преклонится, Он не будет следовать за кем-то и не согласиться идти вместе с кем-то или просто плыть по течению. Нет, 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 нет. Никогда. И позвольте мне сказать вам, что сегодня Церковь находится в эпицентре конфликта. Битвы между ложным и истинным учением идет битва в духе. Идет битва в духе. Это величайшее нападение сатаны на Церковь, чтобы извратить истину, извратить ее. И, к сожалению, он использует проповедников, христиан, чтобы отвлечь сердца христиан от истины. Прочтите, пожалуйста, у меня не будет времени, чтобы прочитать это сегодня вечером, но если вы прочитаете 2 Тимофею, глава 4, стихи 3 и 4, а также 2 Петра, мы уже упоминали это, 2 Петра, глава 2, стихи 1 и 3, Павел и Петр предупреждают Церковь о лжепророках и учителях последнего времени. В это время и час нам нужно открыть наши духовные уши. Павла преследовали за истину. И не поймите, это неправильно. это часть Завета. Если вы хотите проповедовать истину и защищать истину, вы не сможете обойтись без противостояния и преследований. Почему? Потому что многие не хотят правды. Они просто не хотят платить цену чтобы жить по правде. В 5-й главе послания к Галатам многие не хотят слышать истину. Вот почему вас будут преследовать. Мне кое-что известно об этой стратегии врага. Я знаю эту стратегию. Потому что было время, когда я начал видеть в духе истинное откровение Иисуса Христа, послание о кресте, и я начал проповедовать его в своей стране. Я никогда не ожидал противодействия, потому что, понимаете, когда у вас есть правда, вы хотите, чтобы все знали, вы хотите, чтобы все были благословлены, вы хотите, чтобы все откликнулись. Я имею в виду, что это мотивация любого, кто любит Господа. Вы хотите, чтобы все знали о том сокровище, которое есть у вас. Но в духовной сфере так не работает. Здравому учению всегда будут противостоять. И те, кто не желает истины, будут преследовать вас. Вплоть до того, что вся церковь восстанет против Евангелия. Итак, посмотрим пятую главу послания к Галатам. Рассмотрим стих одиннадцатый. В то время Галаты были обмануты и были готовы к обрезанию. потому что не хотели, чтобы их преследовали за истину. И получается, пришли лжеучители и сказали им, вам не нужно подвергаться гонениям. Зачем же вам страдать? Просто будьте обрезанными. Вот и вся история. И потом мы видим в стихе одиннадцатом что Павел говорит. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Почему же я все еще переживаю преследование? И в то время некоторые проповедники и некоторые христиане обвиняли Павла в проповеди обрезания. И он сказал, когда соблазн креста прекратился бы. Некоторые обвиняли его в проповеди обрезания, обрезания плоти. Почему? Для того, чтобы оправдать свои действия. Они хотели, и они сказали, да, Павел, ты проповедуешь обрезание. ты его проповедуешь. Таким образом, они хотели оправдать свои действия, потому что им сказали, что им нужно сделать обрезание, и поэтому они не будут обрезаны, простите, они не будут преследованы, они не встретят сопротивления. Что говорит Павел? Меня преследует не за проповедь обрезания, никак, но меня преследует за проповедь креста. Итак, он защищал этот аргумент, и он сказал им, если бы я проповедовал обрезание, меня бы не преследовали. Если гонения происходят из-за обрезания, он говорит, что соблазн креста, или спор о кресте, тогда бы прекратился. Вы понимаете? Если я проповедую обрезание, говорит он, тогда меня не будут преследовать. То есть, преследование, которое идет на меня, происходит не из-за того, что я проповедую обрезание, а из-за соблазна и спора о кресте, который я проповедую. Вот откуда преследование идет. И так он встал, он выступил против какого-то ложного учения, которое хотели внести в церковь галатов. Павел был против просто плыть по течению. Он защищал истинное Евангелие перед галатами. То же самое описывается в галатам глава 6 стих 12. Он повторяет почти то же самое, по сути близкое. Он говорит, желающие хвалиться по плоти, когда он говорит по плоти, он говорит об обрезании, принуждают вас обрезываться. Они принудят вас к обрезанию только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Вот что там написано. Аминь. Это ясно. Они не хотят терпеть гонения за крест Иисуса Христа, и так они прячутся за обрезанием. Но апостол Павел продолжает говоря, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Другими словами, проповедники любят использовать христиан. Им это нравится. Я верю, что Бог призывает людей в эти последние дни нести истинное учение, истинное Евангелие, проповедовать и защищать его, принимать его, здравое учение. Мы призваны к этому и заплатить цену за его проповедь. Послание Галатам, глава первая. Послание Галатам, глава первая. читаем со стиха шестого. И сейчас все пасторы и руководители церквей просто внимательно прислушайтесь к этому. «Удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. «У людей ли я ныне ищу благоволение я, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Итак, галаты отошли от здравого учения. И это вполне понятно. И те, кто проповедовал это, это ложное учение, побудили христиан перенести, если я могу так сказать, перенести свою преданность на другое Евангелие. Противоположное даже, можно сказать, Евангелие. И самое худшее здесь, они хотели извратить и исказить Евангелие. Но Павел говорит, что эти люди прокляты, он говорит, анафема, потому что они пришли и смутили, и запутали галатов доктриной, которая вообще противоположна той, что проповедовал им апостол Павел. А все, что противоречило тому, что проповедовал апостол Павел, послушайте внимательно, считалось ложным учением. и апостол Павел здесь очень резок. Можно сказать, просто бескомпромиссен. Вот что он говорит. Да будут они прокляты. Он говорит, анафема, это очень категорично, правда? Анафема. и нам, пасторам, нужно слышать, слушать и внимать, и исследовать, и проверять то, что мы проповедуем народу Божьему. сегодня пасторы, руководители церквей часто проповедуют Слово, чтобы впечатлять, веселить христиан по плоти. Поэтому мы должны быть очень осторожны. я читаю послание Галатам, глава 4, стих 17. Ревнуют по вас нечисто. Вы знаете, слово, которое у нас переведено, как ревнуют, оно ближе к слову ухаживать, как парень ухаживает за девушкой. Вот что он, Павел, хочет сказать. вас пытаются привлечь, пытаются привлечь, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Аминь? Это продукт ложного учения. И я, продолжая, хочу дать вам список некоторых известных ложных доктрин, ложных учений. во-первых, скажем так, топ, который возглавляет список, конечно же, это Евангелие процветания. Друзья, это очевидно. Водитель лимузин, и он прославит Бога. Вот в чем суть Евангелия процветания. это Божий план для каждого христианина процветать, умножаться, быть богатым и иметь много разных вещей. Это учение. Позвольте мне сказать, это учение разрушило духовную жизнь в церкви. Разрушило. Заставило сердца христиан искать вещи вместо того, чтобы искать Господа. и это учение пришло из Первой мировой церкви. И это остановило духовный рост христиан. Христиане перестали расти. Они смотрят на то, что могут видеть, могут осязать. И там есть ложные обещания связанные с деньгами. И там вращаются большие деньги. Вы знаете, что иногда христианам нужно, оказывается, платить за благословение, платить за исцеление, платить, чтобы помолились за них. Я знаю епископа, который попросил денег, чтобы назначить постаровье епископами, не зная их вообще. По цене 500 долларов США за такое рукоположение. Это просто невероятно. Я имею в виду, что это просто смешно. Но это правда. Я говорю вам правду. А еще есть такие, знаете, сеансы избавления от демонов у христиан. Как если бы у рожденных свыше христиан были демоны. Большую часть времени, когда я был в Африке, проповедуя Евангелие, мне противостояли, потому что в своих проповедях я часто говорю о свободе христианина и о том, как он был освобожден. И теперь он является частью Царства Божьего, Царства Света. И мне часто приходилось сталкиваться с проблемами в этом вопросе. Многие пасторы, они путают демонов и злых духов с делами плоти. В результате христиане страдают из-за того, что пасторы тратят время, изгоняя из них бесов. Послушайте, это ложное учение. И еще одна серьезная вещь это что христиане это учение что христиане обладают силой Бога творить то, что им взбредет в голову, потому что слова обладают силой творить. у них есть, у христиан есть сила творить то, что они захотят словами, которые они произносят. Фактически, согласно этого учения, они, по сути, маленькие Боги, способные решать свою собственную судьбу. Их судьбу уже не Бог решает, это они по вере, которая в них есть. они похожи на Супермена. И все же Библия учит нас о нашей слабости и о том, что сила у него, у Господа. Это учение тоже разрушает Евангелие. И, конечно же, еще один топ — это доктрина веры. Вы желаете, вы верите, вы заявляете, вы исповедуете, и ваша вера повелевает Богу дать вам это. Но откуда вообще возникла церковь? Вы можете приказать Богу дать вам это, потому что вам захотелось, и вы начали произносить, исповедовать, заявлять, и ваша вера совершится для вас? Конечно же, все христиане ухватились за это повальное увлечение, и все начали волноваться по этому поводу. Но они вскоре обнаружили, что это очень обманчиво. А еще следующая сила исповедания по вере. Смотрите, в каком порядке. Чтобы иметь веру, вы должны исповедовать ее. Я пережил это когда-то. Я имел такой, скажем так, опыт исповедовать Слово Божье, исповедовать Священное Писание с целью, чтобы получить все благословения Божьи. Я должен был заучивать наизусть Священное Писание для всех благословений, которые я мог получить от Слова Божьего. Но если вы посмотрите на Писание, вы обнаружите, что сначала написано «имейте веру, а затем исповедуйте то, что вы верите». Обратное не является здравым учением. Вот почему христиане сегодня устали, потому что они продолжают исповедовать, 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 а у них ничего нет. даже в 11 главе Марка, когда Господь говорит «поднимись и ввергнись в море и не усомниться в сердце своем, но поверят, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Но сначала вы должны поверить своем сердце и не сомневаться. И если вы сомневаетесь в своем сердце, то у вас ничего не выйдет. Но если вы не сомневаетесь, если вы верите в своем сердце, тогда исповедуйте это и тогда это произойдет. Вот почему апостол Павел говорит «Я веровал и потому говорил и далее говорил». Удивительно, как можно исказить, вывернуть наизнанку, перевернуть Писание. И еще одно учение об масле помазания, о воде освящения. Я не остановлюсь на этом долго. Сегодня настолько широко распространено это, что пасторы зарабатывают деньги, продавая это. Удивительно, как много наемников в этом христианском кругу. А еще одно, и сегодня есть такая еще доктрина, будь свободным, будь свободным, имей больше одной жены, имей или имей жену, но еще кого-то на стороне. Это проповедуется в церквях, друзья. Это просто невероятно. Это ложное понимание благодати, которое не приводит людей к покаянию и святости. Вы продолжаете грешить, но прикрываетесь Божьей благодатью. И вот еще одно, почему мы должны страдать, если Иисус пострадал за нас? Другими словами, нам не нужно брать свой крест, нам не нужно отождествлять себя с Иисусом, и все же, это и есть основа христианской веры. Так что есть очень много, о чем говорить, рассматривая ложное учение. Так много, о чем поговорить. Это только часть списка, который приводит церковь в большое замешательство. В церкви сегодня остается очень мало жизни духа. Церковь просто купается в ложных учениях. И в стихах 8 и 9, как мы читаем, это глава 1 послания к Галатам, Павел, апостол Павел, решительно заявляет, что эти проповедники ирокляты, он говорит, анафема, обречены на вечную погибель. А как это на вечную погибель? Обречены на вечную погибель. Вот что Библия говорит этим проповедникам, проповедующим другое Евангелие. Это очень серьезно. И пасторам необходимо серьезно изучить эти стихи, прежде чем выходить учить и проповедовать народу Божьему. Мы должны быть уверены, что то, что мы проповедуем и учим является здравым учением. И Павел говорит в стихе 10, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Если вы хотите быть рабом Бога, вы должны проповедовать здравое учение. Если это когда-нибудь не понравится людям, это не проблема. Мы должны оставаться в здравом учении. Это задача пасторов и руководителей церквей сегодня, в эти последние дни, где, как я ранее сказал, враг атакует истину Евангелия, чтобы отвратить сердца христиан от Бога, вплоть до того, чтобы они потеряли свою веру. Павел говорит, я сохранил веру. Евангелие апостолов — это Евангелие с требованием. Суд требования пожертвовать свою жизнь. Это учение апостолов. но христианам так легко, очень легко примкнуть к удобному Евангелию, следовать удобному Евангелию. А именно это и опасно. Это очень серьезно, потому что пасторы не могут просто необдуманно говорить. Почему? Потому что мы несем ответственность за народ Божий. Вот почему я всегда говорю, если пастор хочет жить вопреки Евангелию, пусть делает по своему усмотрению, но не ведет Божий народ согласно этому. не тянет его за собой. Именно народ Божий это те, кто страдает. Божий народ страдает из-за ложного учения. Сегодня есть много руководителей, которые угождают людям, много угождающих людям. Они хотят увлечь народ Божий, они хотят дать им удобное Евангелие, в котором они будут чувствовать себя довольными, а не жизнь, данную Богом. Второе послание Тимофею, глава 2. Это план Бога. Павел обращается к Тимофею. Тимофею, глава 2, стих 15. Старайся представить себя Богу достойным. Другими словами, чтобы получить одобрение Бога. А как это сделать? Как это? Что это значит вообще? Делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Аминь. Это Божий план для проповедников сегодня, для пасторов сегодня. Правильно преподающим Слово Истины. Другими словами, здравое учение. Может, сегодня я смогу немного поговорить об этой знаменитой доктрине веры. Просто чтобы показать вам, насколько сильно Церкви нужно вернуться к истинному учению веры. Прежде всего, мы знаем, что Ефесянам, глава 2, стих 8, говорит о вере для нашего спасения. Мы спасены по благодати через веру. Итак, Бог дает веру, чтобы мы могли уверовать во Христа и спастись. То есть, вера для спасения. А затем, когда вы смотрите на Священное Писание, вы смотрите на Библию, в Новом Завете, мы видим, что Бог дает веру для осуществления своего плана. Вот зачем Он дает нам веру. Чтобы Его воля исполнялась. Чтобы мы могли работать вместе с Ним над исполнением Его воли, над осуществлением Его плана для Царства Божьего. Это одна из причин, по которой Бог дает нам веру. Чтобы мы делали то, что мы призваны делать по вере. Чтобы угождать Богу и повиноваться Богу. Откройте вместе со мной вашу Библию в 21 главе Деяний. Мы снова видим апостола Павла. Вам знакома эта ситуация, которая здесь описана в Деяниях 21 глава стих 13. С 12 начнем. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Порок сказал, что Павла будут преследовать в Иерусалиме. А затем в стихе 13 говорится, но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачьте и сокрушаете сердце мое. Я не только не хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. «Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господа». Такова была воля Бога для апостола Павла пойти в Иерусалим. И Павел в своем сердце верил, что когда он отправится в Иерусалим, воля и план Бога осуществятся. Причем не только в его личной жизни, но и в том, что Бог хотел сделать в целом. Итак, Бог дает нам веру, чтобы исполнять волю Бога. Понимаете? Исполнять волю Бога. Затем Бог дает нам веру также для нашего духовного роста. Когда мы берем свой крест, чтобы следовать за ним. Откройте свою Библию в послании евреям, глава 12. Глава 12, я думаю, вы помните, идет следом за 11 главой, великой главой веры, где говорится обо всех мужах и женах Божьих, которые имели веру, чтобы делать то, к чему их призвал Бог. у них была вера на всю жизнь. А в главе 12, с 1 стиха сразу говорится, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вот оно. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Аминь. То есть автор послания евреям учит нас, побуждая взирать на Иисуса, как Он прошел крест, что Он начало и конец нашей веры. И когда мы берем свой крест, нам нужна вера, нам нужно доверять Ему, нам нужно верить в Его силу, в Его величие, в Его любовь, в Его благодать для нашей жизни. Когда мы берем свой крест и следуем за Ним, нам это нужно. Видите ли, мы говорим о вере для духовных вещей. о том, что Бог хочет сделать в созидании Своего Царства, о вере, способной выдержать проверку и испытания. Второе послание Тимофею, глава 4, стих 16. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей, и избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит меня для своего небесного Царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Вот это вера. Это вера, чтобы пройти через все страдания, проверки, испытания, невзгоды, зная, что Бог, вот что Он говорит здесь очень-очень ясно, зная, что Бог избавит меня от всякого зла и сохранит меня. Я был избавлен от пасти льва. Апостол Павел имел веру, он уповал на Господа. Посреди всех трудностей, всех, всех трудностей и испытаний у него была вера. Давайте поймем, почему Бог дает нам веру. Послание Ефесянам, глава 6, стих 16. Мы должны понять, почему Бог дает нам веру. Вы знаете главу 6, со стиха 16, потому что наша брань не против плоти и крови, а стих 10, говорит нам «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». А потом он говорит с нами о всеоружии Божьем. И одна из частей этого всеоружия была какая? Если мы прочитаем стих 16, мы увидим, что одна из частей всеоружия Божьего, которое дает нам Бог, для чего? Чтобы устоять, как Писание говорит, в день злой, чтобы противостоять уловкам врага. Это щит веры. Вот почему Бог дает нам веру. Мы не будем пытаться выяснить, как еще мы можем использовать нашу веру для материальных вещей, для вещей этой земли, для вещей, которые не имеют ценности. мы говорим и смотрим на веру здесь, и ее цель, она предназначена для нашей духовной жизни, для того, чтобы мы ходили согласно плану Божьему, чтобы мы угодили Ему, чтобы устоять нам в злые дни. Это настоящая вера, полное доверие Богу, когда мы берем свой крест и следуем за Иисусом. Матфея, глава 6, стих 33. Я здесь указываю вам на причину, по которой Бог дает нам веру, с какой целью Он дает, и я не пытаюсь найти какую-либо другую причину. Вот главное, когда Иисус разговаривал со своими учениками, и Он убеждал их не беспокоиться, не беспокоиться ни о чем, что есть, во что одеться, ваша еда, ваша одежда, ни о чем не беспокойтесь. А что Он сказал в 33 стихе? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. вера в Бога. Он тот, который наблюдает за нами, заботится о нас, обеспечивает нас. Аминь. Служа Господу, ищите в первую очередь царства. Ищите в первую очередь, не волнуйтесь, имейте мир в своем сердце. Позвольте мне сделать это, позвольте мне позаботиться о вас, говорит Господь. У меня было так много ситуаций, которые я пережил, когда Бог заботился обо мне, о моей семье, в трудные времена, во времена нужды. И это время, когда вы должны иметь веру и доверять Господу, и не беспокоиться, иметь мир, иметь радость, сохранять радость, не тревожиться, не беспокоиться, имейте это доверие, эту веру в Господа, что Он тот, кто заботится, Он пастырь добрый, Он кормилец, Он все для нас. Аминь. Итак, это вот настоящая вера, это здравое учение. Здесь в Библии нигде не сказано, что Бог дает нам веру, чтобы мы становились все богаче, богаче и богаче, чтобы нам нужно продолжать материально процветать для наших собственных целей или стать богатыми, чтобы приумножить то, что у нас есть. В Библии об этом ничего не говорится. Позвольте мне сказать следующее, чтобы подытожить это. Это прерогатива Бога, а не человека решить, кому быть благословенным. Давайте я повторю это еще раз. это прерогатива Бога, а не человека решать, кому быть благословенным. Никто другой не может принять это решение, только Бог принимает это решение. И если Он это сделает, мы воздаем Ему славу. Если Он этого не сделает, мы все равно воздаем Ему славу. Аминь. вот почему Библия во многих местах говорит о том, как быть довольным в Господе, как быть довольным тем, что у нас есть. Вот почему я говорю, что это здравое учение. Вот это здравое учение. Но церковь сбилась с пути, начав использовать веру в очень разных всяких других целях. Вот почему мы должны придерживаться здравого учения. Вы знаете, я как-то написал книгу, небольшую книгу, буклет об испытании креста, который показывает одну вещь, что для каждого учения Нового Завета основанием является Сам Иисус. крест Иисуса и также крест, который мы должны взять. Каждое учение в Новом Завете, каждое учение, на чем оно основано? Только на Иисусе. На кресте Господнем и также на кресте, который мы должны принять. И в тот момент, когда мы убегаем от этого креста, чтобы утвердить какое-нибудь новое учение, мы направляемся к ложному учению. Кстати, эта книга бесплатна. Ее можно найти на сайте CTMI, вы можете ее взять, вы можете ее прочитать, она бесплатна. Я верю, что прочитав ее, вы будете благословлены. Я подхожу к завершению, и я хочу рассмотреть отрывок из послания Иакова. Послание апостола Иакова, глава третья. Я хочу завершить очень серьезным отрывком Писания, как обычно. Иакова, глава третья, стих первый. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Это понятно? На первой конференции Билд мы призывали пасторов и лидеров всмотреться в свою жизнь, проверить свою жизнь, такие мы есть, что Богу нужно сделать в наших сердцах. Помните? Глубокие вещи, с которыми Святой Дух должен иметь дело в нашей жизни, чтобы нам иметь возможность все больше и больше уподобляться Христу. И так мы говорили о том, чтобы каждый из нас, исследуя свою жизнь, убедился, что мы действительно берем крест и следуем за Иисусом, что мы принимаем наш крест, осознавая, что он означает, что он означает. Не как религиозное какое-то понимание, но применяя это в свою личную жизнь. Но сейчас мы призываем пасторов и лидеров рассмотреть наше учение, что является столь же серьезным. Вы знаете, когда апостола Павла преследовали и ему противостояли, он не защищался и не оправдывался, он не спорил, пытаясь заставить людей понять, что он прав, растолковать, что он говорил и так дали. Нет. Он защищал свою жизнь тем, как он жил, как он ходил, и тем, что он проповедовал. Вот почему мы шаг за шагом, шаг за шагом мы исследуем свою жизнь, и мы хотим расти, и мы хотим стать рабами Бога. Мы хотим быть примером и образцом. Мы говорили на первой конференции Билд 1, но я верю, что Святой Дух действительно хочет подчеркнуть наше учение. Давайте рассмотрим наше учение, чему мы учим. Мы будем и уже есть подотчет на Богу. Об этом предупреждает апостол Яков. В моем небольшом опыте общения с Господом, с тех пор, как я получил и принял послание о кресте, нашлось много неправильных убеждений, которые мы должны были отложить, отпустить, убрать в сторону, потому что они не соответствовали здравому учению. Вот почему этот стих Священного Писания требует внимания и рассмотрения каждым пасторам. Почему? Потому что нас будут судить по более высоким стандартам. Вот что здесь говорит Яков. Из с большей строгостью, чем других. Именно это он говорит. Почему же? Потому что мы говорим от имени Бога. Вот почему нам лучше говорить правду и только правду. Мы несем ответственность перед Богом и перед Божьим народом за наше учение, за то, чему мы учим и что проповедуем. несем ответственность. Нам придется дать отчет Богу. А это серьезно. Вот почему страх перед Богом должен вернуться в жизнь проповедников. Чтобы они поняли и почувствовали, что они не могут проповедовать что-либо от себя или от кого-то другого, от кого-то адресата другого, где угодно и когда угодно. Это очень серьезно. Так много чуждого огня в церкви сегодня. Вы знаете, когда вы читаете книгу Левит, начиная с главы 8, о чем она говорит? Она говорит о сыновьях Аарона, первосвященника. В главе 8 они были освящены елеем помазания. В главе 9 они принесли свою первую жертву. А в главе 10 они уже принесли чуждый огонь. Да, они принесли пред Господом чуждый огонь, который Бог не повелел им принести и как Бог не повелевал им этого и каков был результат? Огонь Божий пришел и убил их обоих. Это серьезные вещи. И они остаются серьезными, злободневными в эти последние дни. Позвольте мне сказать, что Бог знает тех, кто разрушает Его народ. тех, которые несут ложные учения. И Он знает, потому что Он судья. И Он будет судить, кого пожелает. И Он будет делать то, что хочет. И будет судить так, как хочет. Тем способом, который Он находит хорошим, который кажется ему хорошим. Я серьезно. Вот почему каждый из нас сегодня должен принять решение. Я буду проповедовать только здравое учение об Иисусе Христе. И Я внесу все необходимые корректировки в то, чему Я учу, чтобы быть уверенным, что Я не подпаду под ложное осуждение, под Божье осуждение. Произойдут некоторые вещи, которые будут выглядеть странно. Но Бог знает, что Он будет делать и как Он это будет делать. Второе послание Коринфянам, глава 4. Я должен сказать вам это, прежде чем я закончу. Второе послание Коринфянам, глава 4, стихи с 1 по 6. Внимательно послушайте апостола Павла. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. «Если если если же если и закрыто благовесвование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы не уверовали, что Павел здесь говорит? Мы не изменяем Слово Божье и не используем его нечестно. обмана. Поэтому мы можем похвалиться перед вами и вашей совестью. Мы готовы взять на себя ответственность, потому что мы не искажаем Слово Божье, как это делают многие другие. Мы не используем Слово Божье для обмана, вот почему мы можем верить себя вам и вашей совести. И, конечно, что это значит? Мы гордимся тем, что можем дать вам и проповедовать вам здравое учение. Это сказал апостол Павел. Они знали, что вкладывают здравое учение и что-то, что они вкладывают не повредит их совести, не повредит им духовно. И он говорит, уверовавши, они могут не увидеть этого. Перед их глазами покрывало. К сожалению, сегодня есть пасторы, у которых все еще есть покрывало на глазах. глаза закрыты для откровения Евангелия, закрыты для истины Слова Божьего, здравого учения истинного Евангелия. Бог знает, кто уничтожает Божий народ ложным учением. Вот почему я сказал ранее. Он будет судить, он будет делать то, что хочет, то, что он будет считать нужным сделать. В заключении я дам вам такую рекомендацию. Я рекомендую вам, если вы слышали послание о кресте, я посоветую вам сделать четыре вещи, которыми я хотел бы завершить. Первое, вы слышали послание о кресте, не сегодня, но с начала конференции Билд один, первая часть конференции Билд о послании креста. Итак, если вы слышали это послание, моя первая рекомендация вам, возьмите свой крест и следуйте за Иисусом. Когда вы возложите свою жизнь на жертвенник, чтобы Бог сформировал вас по образу Бога, Христа, вы будете... Иисус поможет вам отличить ложное учение от истинного и здравого учения. Иисус сохранит вас, поможет вам различать, но возьмите крест и позвольте Богу поступать с вами так, как Он хочет. Рекомендация два. Работайте вместе в команде, и вы будете защищены от ложных доктрин, потому что один уязвим, когда Он Сам. И Церковь будет уязвима, если пастор останется один. Рекомендация номер три. Не бегайте за всевозможными посланиями от всевозможных проповедников. Рекомендация четыре. Исследуйте то, что вы проповедуете. И я кое-что добавлю. Это рекомендация, скажем так, 4B. Смотрите, смотрите, слушайте материалы на сайте CTMI www.ctmi.org Вы найдете все, что вам нужно. И последнее. Бог поднимает людей. Говорить правду и защищать правду. Пусть Бог по Своей милости и Своей благодатью благословит вас, ободрит вас и все больше укрепит вас в истинном Евангелии. Спасибо. Увидимся на последней встрече. Спасибо. 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 online. Спасибо. Я увидимся на последний сезон. Спасибо. 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 Продолжение следует...